Смотрите, что нужно. Нужно написать пост в телеграме, мы попросили. Там примерно как извинения, но так аккуратно, корректно и буквально там в трёх предложениях. После разговора Дмитрия Низовцева из команды Алексея Навального сперва с губернатором Магаданской области, а затем с его пресс-секретарём, в официальном телеграмме того самого губернатора Сергея Носова появился вот такой пост. В последние дни много говорили о Магадане, было много комментариев и порой откровенных инсинуаций. Кто-то увидел несуществующий конфликт с Вячеславом Володиным, а кто-то попытался его даже раздуть. На основе этой публикации государственное российское агентство РИА Новости даже написало новость. После публикации команды Алексея Навального полного видео с пранком над губернатором Носовым, посты с телеграм-канала чиновника удалять не стали. А сам Сергей Носов назвал это ярким примером информационной войны и предложил ввести особый протокол общения с журналистами. В этих условиях нужно серьёзно менять подходы в работе пресс-службы. Ну, наверное, на звонок любого журналиста, из любого агентства надо попросить повторить фразу «Крым наш», попросить спеть гимн Российской Федерации и только после этого приступать к общению. Возможность подобного требований от якобы представителя спикера российского парламента к главе субъекта с настоятельной просьбой опубликовать пост в Телеграме глава ФБК Иван Жданов назвал поразительной тупостью. Автор этого пранка Дмитрий Низовцев объяснил, почему это по-прежнему возможно в России. Я думаю, что это всё возможно, потому что они действительно глупее, чем кажется. То есть нам всё время кажется, что силовики какие-то там супермудрые знают, о чём мы думаем. Нам всё время кажется, что Кремль там на два шага впереди нас. Но это точно такие же люди. Причём мы же сами знаем, что очень часто они продвигаются благодаря какой-то ультралояльности или благодаря тому, что они никогда не будут претендовать на что-то большее, чем они имеют сейчас. Дмитрий Низовцев в прошлом не раз пранковал российских чиновников и представителей политической элиты. После начала частичной мобилизации в России Низовцев в прямом эфире позвонил сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николая Пескову Чоулзу с приглашением в военкомат. Тогда сын Пескова заявил, что вопрос он будет решать на другом уровне. Для настоящего времени Низовцев назвал свой топ-3 пранков российской политической системы. Попробуем расположить так, если говорить о людях из власти. Я думаю, мой разговор с шеф-редактором тогда ещё Rush Today Марии Бароновой, это довольно успешная штука, хотя люди сейчас довольно быстро всё забывают, но я прям рекомендую ещё раз пересмотреть. Вот шеф-редактор Rush Today, я названиваюсь ей, прошёл прокомментировать расследование, а она устраивает дикую истерику, называет меня «апоганная стручконосная мразь». На втором месте нам удалось попасть в зум-конференцию Евгения Попова, который выдвигался в Госдуму, и как раз тогда было на слуху расследование о нём. И вот мы ему предъявили, и ему некуда было деваться, и он начал там как-то так оправдываться, потом говорил «вам, дебилам, никто не поверит», по-моему, там было именно это слово. Вот это было симпатично, но на первое место безумно понравилось, как человек, я так понимаю, из Украины, белорусский художник-акционист Бохан позвонил в один из городов России и в день рождения Степана Бандеры попросил, чтобы люди вышли с фотографиями Степана Бандеры и сказал, что это молодой Путин. Жертва последнего пранка от команды Навального губернатор Сергей Носов рекомендовал своим коллегам быть бдительными, поскольку, цитата, враг не дремлет.